За мир, безопасность и спокойствие – главные литмотивы митинга. На центральной площади, в обручании и первые лица города – все, кто неравнодушен. Я пришла за свой президент, за свою родину, за свой народ. За справедливость, за мир. Поэтому мы здесь. Символично у подножия центральной площади города стоит вождь мирового пролетариата. Символ революции. Но революция – это не путь белорусов, которые за 26 лет независимости привыкли жить в стабильной и процветающей стране. Мы хотим сохранить нашу страну, чтобы белорусы сплотились и мы наконец-таки поняли, что самое главное – это мир и целостность. Я хочу, чтобы моя дочь, чтобы мой внук жили под мирным небом. Я не хочу, чтобы у нас была гражданская война. Я не хочу, чтобы бастовали наши фабрики и заводы, потому что разрушить экономику можно за 5 минут, а восстанавливать мы ее будем 50 лет. Я за сильную, процветающую Беларусь. Заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская подарила вобручанам свои песни и любовь к родной земле. Мне безумно приятно сегодня было приехать и поддержать единомышленников, тех людей, у которых многому можно поучиться, которые мудрые, которые прожили жизнь. И так складывалось мое становление, что вокруг меня всегда были взрослые люди. И я прекрасно понимаю, что сейчас, безусловно, всем нам необходимо объединиться. Мы не против кого-то, мы за Беларусь, за народ, который может и должен иметь разные точки зрения. Но он не должен разделяться на бело-красно-белых и красно-зеленых. И власть, и люди понимают. Изменения в стране нужны, но только и исключительно по закону, а не через улицу. Это площадь, где мы на самом деле сегодня высказали свое мнение, высказали свое мнение в поддержку нашего президента, нашего уважаемого Александра Григорьевича. И этот митинг показал, что нас большинство, нас много. Мы едины, мы белорусы. Нам есть что сказать сегодня, потому что нам нельзя потерять нашу страну. Мы должны в первую очередь обезопасить свои предприятия, обезопасить свои семьи. Мы не должны сегодня поддаваться на эти выкрики непонятных людей, которые пытаются призвать наши предприятия к забастовкам. И мы прекрасно понимаем, что это будет. Я рад увидеть вот всех этих людей, потому что это настоящие люди. Это настоящий Бобруйск. Это настоящая Беларусь. Это люди, которые любят свою страну и не допустят, чтобы она развалилась. Это мой долг. Долг перед Родиной. Долг перед своей семьей. Долг перед своим коллективом. Я уверена, что наша Республика Беларусь не заслуживает той судьбы, которую нам рисуют. И я сделаю все, чтобы отстоять интересы Республики Беларусь. К собравшимся обратился и мэр города Александр Студнев. За Батьку, за Родину, за Беларусь! Дорогие друзья, уважаемые Бобруйчане, я уверен, что этот дух, который сегодня царит у вас, он пронесется на долгие годы и всегда. Мы не дадим сегодня подорвать авторитет нашего города, подорвать авторитет тем людям, которые не работали, не работают и не будут работать. За Батьку, за президента! Я хочу, чтобы эта песня в душах зажгла самую святую любовь. Беларусь сильная, Беларусь красивая, самая моя, самая моя, любимая, Беларусь сильная, Беларусь свободная. Максим Кембель, Анастасия Похлёстова, Владимир Гребеневич, Максим Галёнко, Бобруйск, 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова